На Донбассе сегодня 13 обстрелов, ранен один украинский военный и по сообщению штаба АТО противник вновь использовал запрещенное минскими соглашениями оружие. Все подробности расскажет Игорь Левенок, он сейчас под Авдеевкой. Миномет даже работал, пару мин прилетел СБГ. Не дня без вражеских обстрелов. Наши военные в районе Авдеевки говорят, тактика врага не меняется. Днем работают снайперы, с наступлением темноты начинается интенсивная стрельба. Сначала в ход идут пулеметы, затем более серьезные калибры, минометы и артиллерия. Наемники отрабатывают свою зарплату. Если будет тишина, то им тоже скажут, но смысл вас тут одержать 10 человек, если вполне может на этой службе 5-6 человек. Укрепления боевиков видны невооруженным глазом. Окопная война имеет свои особенности. Огневые точки и наблюдательные пункты хорошо пристреляны с обеих сторон. Поэтому наши бойцы живут по принципу, чем глубже в землю, тем живее будешь. Смертоносный сюрприз может прилететь в любой момент. Наши солдаты говорят, не так страшны вражеские мины и снаряды, как коварная пуля снайпера. Бойцы уверяют, и сейчас с той стороны за нами наблюдает как минимум пара глаз. Смертная работа СВД и 12-7. Снайперская винтовка российская. И они прикрывают своих снайперов ПКМами, чтобы не слышать самого пострела. Это действительно лихо, потому что последним временем почти все втраты особого склада – это через работу ворожих снайперов. Приезжают профессионалы с той стороны. Заразумение, что это не шахтеры. Они приезжают с серьезной техникой, с серьезной оружием. И, на жаль, створяют нам неприемности. Но и у нас есть парни-непромах. Позиции под Авдеевкой обороняют десантники. Их подразделения комплектуются специалистами по контрснайперской борьбе. Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности – телеканал «Интер». Игорь Левенок, Евгений Пахальчук.